Вместе с благотворительным фондом Ямине Геннадий Любин поучаствовал и в приглашении в Ноябрьск китайских специалистов. Это врачи, которые помогают детям с ДЦП. Точечный массаж, иглоукалывание и гимнастика. Вот на чем специализируются китайские специалисты. К каждому ребенку индивидуальный подход. Для некоторых достаточно нескольких минут. Кому-то на процедуры отводят до получаса. Особенно болезненно, рассказывает медсестра Фэнсиали, дети воспринимают процедуру с иголками. Она, конечно, пугает малышей, но без нее лечение не будет столь эффективным. Иглоукалывание, они расслабляют мышцы, улучшают кровообращение, способствуют улучшению мысленно-центрации и координации в нервной системе. Ослабляет мышцы, улучшает интеллектуальное развитие, успокоит нервную систему и укрепляет иммунную систему. Хоть как-то облегчить боль стараются родители. Одни заговаривают деток сказками, другие просто дуют туда, где стоят иголки. Так отвлекают тех, кто помладше. Вот таким, как Элла Вахитова, иглоукалывание уже не страшно. Девочке 8 лет, и она понимает, что нужно потерпеть. Китайских врачей семья Вахитовых посещает уже третью неделю. И результат, говорит мама Эллы, очевиден. Поначалу на иголках плакали, сейчас уже терпит. Ну, нравится очень. Гиперкинезу не уменьшились. Спать стало хорошо. Потихонечку. Многие из этих малышей уже проходили подобный курс лечения. И не один, правда, далеко за пределами города и даже страны. Это дорого и не всегда оправдано. Но вот теперь у ноябрьских детей с заболеванием ДЦП появилась возможность поправлять здоровье, не выезжая из Ноябрьска. Китайские врачи сами будут приезжать сюда. Приезд оплатила благотворительный фонд Емены. Часть взял депутат законодательного собрания Геннадий Любин. Ну и нужно говорить о том, что сама фирма на сегодняшний день сделала благотворительность для взрослых двух инвалидов. Тоже бесплатное лечение. Конечно, никто из родителей не знает китайского языка, да и приезжие медики по-русски не понимают. Но это не мешает понимать им друг друга. У взрослых одна цель – облегчить страдания детей. И пусть это происходит через боль и слезы, главное, чтобы результат оправдал ожидания. Оксана Балун, Виталий Харченко. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова